Приветствую вас! Если говорить о имидже, то в первую очередь, наверное, стоит отметить понятие «правильный». То есть, что есть правильный имидж? Вот само по себе, да, понятие «правильный» подразумевает оценку. И если мы говорим о оценке, то сразу возникает вопрос. Кто оценивает? Нет. Если оцениваете вы, то тогда нужно прислушиваться к себе. Если оценивает кто-то другой, например, сфера, в которой вы работаете, представители этой сферы, в которой вы работаете, то это, соответственно, другое. И арестироваться тогда нужно на это, на то, что, собственно, является правильным сам, в той среде. То есть, не совсем понятно, вот, правильный имидж, правильный имидж для кого, правильный имидж с какой точки зрения. Если в общем говорить, да, то в любой сфере деятельности есть некий такой, как правило, негласный идеал поведения. Да, вот, например, если взять там, скажем, менеджмент, продажи, то есть некий идеал менеджера, который такой деятельный, активный, весливый, умный, коммуникабельный и так далее. И, соответственно, имидж – это не только какие-то черты и характеристики человека, но это еще и его внешний вид. И внешний вид определяется тем, о какой среде идет речь. Если мы говорим, например, про, допустим, юриспруденцию, то здесь свой имидж. Если мы говорим про медицину, то здесь свой имидж. Требования к имиджу, вот вы говорите, да, как правильно, как создать правильный имидж. Нужно опираться на требования. Требования к этому имиджу, какие они? Эти требования, как правило, есть и не здесь. Они устанавливаются в своем, в каждом из городов, в каждом из учреждений, в каждом из округов, в каждой из области. Понимаете? То есть необходимо понять требования, необходимо понять условия этой задачи. Вот как бы вы задачу обрисовываете, вы говорите, вот есть такая вот задача. И, соответственно, задачи вы обрисовали, но ни условий задачи, ни требований задачи, ни ваших средств к решению задачи вы не называете. При этом, как же вы даете оценочную характеристику имиджа, вы говорите правильный имидж, но правильный с точки зрения кого вы тоже не называете. И, пожалуй, в этом контексте, ну, трудно не согласиться с мнением о том, что самым правильным имиджем является тот, который представляет из себя компромисс между личным имиджем, да, то есть вот то, что вам нравится. Например, если, допустим, вот, скажем, предлагают на выбор два костюма, да, допустим, черный и белый, или там черный и серый. Если вы смотрите, какой из этих цветов вам, ну, наименее неприятен, да, то есть какой из цветов вам ближе, и вы выбираете его. Вы можете действовать, опираясь на свои предпочтения. Иногда вход в определенную сферу будет вам более труден, потому что вам придется своего рода видоизменять моду, вам придется вносить что-то новое. А люди боятся, когда вносит что-то новое. Людям неприятно, люди относятся с опаской к этим моментам, к этим аспектам. Понимаете? И вот этот момент нужно понимать. Нужно четко отдавать себе очередь в том, что именно вы хотите сделать. И лучше всего, лучше всего, если бы имидж был бы реальным продолжением, реальным отражением ваших собственных достоинств. Ну, например, если это имидж, скажем, строгий, да, если это имидж успешного человека, если это имидж трудолюбивого, деятельностного человека, и также это имидж человека, который знает вкус, который обладает вкусом, то лучше бы, если бы это у вас действительно было. Потому что, если вы будете создавать имидж, не основываясь на своих предпочтениях, то вы рискуете разойтись со своим имиджем. И вот эта вот пирамида, вот этот вот замок, который вы строите, условно говоря, здание, которое вы будете выстраивать, которым является ваш имидж. Оно просто-напросто рухнет из-за того, что имидж, который вы создаете, не совпадает с тем, что есть у вас. Какие достоинства есть у вас. И, соответственно, этот момент нужно также понимать. Что еще добавить? Добавить еще можно только то, что необходимо отталкиваться от того, чего вы хотите, что для вас важнее. Вот кому-то, например, важнее, знаете как, свое мироощущение. А кому-то важнее, например, казаться другим людям, например, сотрудникам кем-то. и заказывать о свой выбор. И это надо будем понимать. Поэтому термин «правильный» здесь зависит от того, на что вы ориентируетесь сами. Вот на что вы ориентируетесь, что и является правильным. Что для вас важнее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.